Сегодня 8 апреля. Каким выдался день и какими событиями вошел в историю? Обо всем коротко. В итоговом выпуске студии Марина Ткаченко. Здравствуйте. 8 апреля. 10 часов утра. Около полутысячи человек пикетируют Верховную Раду Украины на площади Конституции. Люди продолжают пребывать. Участники акций пришли на площадь у стен парламента с символикой автомайдана и требуют отмены утилизационного сбора и акцизного налога на переоборудование автомобилей. На площади собрались люди из различных регионов Украины. Напомним, сегодня парламент планирует рассмотреть законопроекты об усилении уголовной ответственности за преступления против национальной безопасности и препятствования в особый период деятельности армии. Также депутаты намерены рассмотреть внесение в повестку дня законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины. Также рассмотрят внесение изменений в статью о беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите и о Национальном бюро антикоррупционных расследований. Также Раде предлагается приступить к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в действующее законодательство относительно прав граждан в борьбе с коррупцией и злоупотреблением властью. Во втором чтении депутаты будут голосовать за проекты законов о восстановлении доверия к судебной системе и о разрешении финансирования обороны государства за счет благотворительных взносов. Спикер Верховной Рады Александр Турчинов объявил перерыв в заседании парламента после того, как в зале народные депутаты устроили потасовку. Драка народных избранников началась во время выступления лидера коммунистической партии Петра Симоненко. Он стал обвинять националистов в том, что они подали пример пророссийским активистам захватывать оружие и админздание. Симоненко также заявил, что не стоит называть сепаратистами инакомыслящих людей. Во время выступления Симоненко к нему подошел свободовец Юрий Михальчишин и вытолкал коммуниста с трибуны. Несколько депутатов кинулись на защиту, но завязалась драка. В итоге спикер Верховной Рады объявил перерыв на 10 минут. Комитет патриотических сил Донбасса решил отменить свое решение о создании Донецкой Республики. В связи с событиями последних дней в КПСД поступали многочисленные обращения граждан с заявлениями об их несогласии с созданием Донецкой Республики и объявлением о ее присоединении к соседнему государству, а также с проведением референдума без соответствующей нормативной базы, говорится в заявлении пресс-службы. В связи с этим комитет уже 7 апреля в Донецке провел народные сборы. Собрание отменило решение о создании Донецкой Республики, запретили проведение любых референдумов на территории Донецкой области до создания соответствующей правовой базы, признали незаконными заявления об отделении Донецкой области от Украины. Есть информация, что люди, захватившие Донецкую облгосадминистрацию, сдали часть оружия, однако продолжают готовиться к очередному штурму. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал Донецкий городской голова Александр Лукьянченко. Антимонопольный комитет Украины рекомендует ряду участников рынка топлива пересмотреть розничные цены в сторону снижения. Речь о моторном бензине и дизельном топливе. По данным комитета, за февраль-март на предприятиях компаний «Лукойл Украина», «Око Нефтепродукт», «Вок Ритейл», «Альянс Холдинг», «Параллель» и других цены на бензин и дизельное топливо выросли почти на 3 гривны за литр. При этом участники рынка повышали их практически одновременно. Наряду с объективными факторами, вызывающими рост цен на топливо, в том числе изменение курса доллара и евро, есть признаки проявления злоупотребления рыночной властью, считают в антимонопольном комитете. Поэтому настоятельно рекомендуют пересмотреть цены. О результатах указанные субъекты обязаны сообщить в комитет в 10-дневный срок. Захваченные на востоке страны админздания заблокированы правоохранителями. Если ситуация не будет разрешена мирным путем, то силовики будут действовать по закону о борьбе с терроризмом. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации президента Сергей Пашинский. Из прямой речи. На сегодняшний день уже двое суток захвачено здание СБУ в Луганске. Оно заблокировано силами специального назначения и подразделениями МВД. В Донецке захвачено здание облгосадминистрации и также заблокировано силами спецназначения. Если мы не найдем те слова, которые позволят урегулировать ситуацию мирным путем, то будем в рамках закона о борьбе с терроризмом и другими законодательными актами решать эту проблему. Согласно компетенции правоохранительных органов, которые там задействованы, говорит Пашинский. При этом он обратился к людям, которые с его слов втянуты фактически агентами иностранного государства в эту деятельность. Пашинский призвал сложить оружие и покинуть помещение, которое захвачено, и сказал, даем последний шанс избежать наказания. По словам Пашинского, операция продолжается. В ближайшее время она будет завершена. В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, говоря о ситуации в Харькове, отметил, что в настоящее время здание облгосадминистрации контролируется, выставлена вооруженная охрана, ситуация стабилизируется. Верховная Рада Украины отменила утилизационный сбор. Закон вступает в силу со дня следующего, за днем его опубликования. Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств вступил в силу 1 сентября прошлого года и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Величина утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое авто или поддержанное. В частности, суммы утилизационного налога составляют для новых легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя, для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов в зависимости от полной массы. И напоследок поступила информация, засевшая в Донецкой ОГАЗ. Сепаратисты формируют Временное народное правительство. Под админзданием люди в масках избитыми укрепляют баррикады, а в Луганске сепаратисты готовятся снова штурмовать здание СБУ. В то же время я напоминаю, что в Украине продолжается антитеррористическая операция. Как уверил сегодня, исполняющие обязанности главы администрации президента все причастные к захватам понесут наказание. Это была последняя новость в выпуске, но не последняя. На главкоме следите за событиями.